итак что нам для этого нужно 600 грамм мяса 150 грамм жира у меня здесь говяжий жир я использую только его так 2 столовые ложки крахмала 80 грамм хлеба без корки корку надо снять нужен только мякиш лук у нас здесь где-то лука 350 грамм я померила где-то стакан 200 граммов и молока чтобы замачивать хлеб ну точно плюс-минус сейчас посмотрим сколько пойдет и 60 грамм где-то масло чуть-чуть обжарить нужно лук заливаем хлеб молоком я думаю можно не хватает этого хватит 200 грамм молока хватает нужно замочить пока она замачивается нам нужно пропустить через мясорубку мясо один лук сырой остальную лук мы как бы не обжариваем а просто его слегка тушим чтобы она чуть-чуть смягчила и так лук нарезаем крупно мельчить нет смысла потому что будем пропускать через мясорубку нам ее нужно не слегка потушить один лук оставляем сырым будем пропускать ее так и так потушим лук до слегка золотистого цвета пока тушится лук пропустим через мясорубку мясо итак хлеб у нас замочился отжимаем лишнюю жидкость нам она не нужно это уже через мясорубку так туда же лук смягчился такой светлозолотистый обжаривать не надо пропустим через мясорубку и за ним туда же пойдет один вот сырой лук сразу можно его тоже туда нажимаем и так пропустили все через мясорубку посолим где-то полтора чайные ложки достаточно добавим чуть-чуть куркумы я его везде повсюду добавляю не знаю почему черный перец и крахмал две столовые ложки у меня здесь крахмала крахмал как раз таки будет задерживать жидкость не дать не даст ей выделиться наружу хорошенько все перемешиваем сюда не нужно добавлять ни яйцо ни картошку как раз таки и крахмал достаточно вот это одна из фишек потом покажу вторую фишку все оставим в холодильнике где-то на пять минут чтобы она немножко все перемешалось ну а пока мясо отдыхать в холодильнике сделаем пюре я его делаю не в холодный я его варю не в холодной воде вот у меня вода закипела я буду солю где-то две чайные ложки добавляю куркумы как всегда она даст нам цвет аромат и вкус и вообще она полезная дальше вот я почистила уже картошку нарезала крупно закидываем в кипящую воду картошку так она получится вкуснее чем в холодной воде отварить ну а пока варится картошка мы пожарим котлеты и так фишка как сделать котлеты сочными берем такой кругляшок раскатываем руками в пласт руку надо намочить чтобы не прилипало ничего дальше делаем конвертик такой воздушный здесь образуется вакуум такой куда стекает жидкость то есть если на нее надавить жидкость стекает на сковородку и получается котлеты суховатые а так жидкость останется внутри дальше вот сюда и просто соединяем соединяем придаем чуточку форму но не давим на нее показываю еще раз намочили руку берем кругляшок делаем из нее пласт дальше заворачиваем как конвертик аккуратненько мясо нежное придаем форму но не давим там у нее образовалась водичное пространство чтобы будет стекать жидкость и будет сочные котлеты дальше нам надо будет обвалять ее в муке и обжарить сейчас буду показывать как будем ее жарить и так начинаем жарить котлеты сковородку у нас уже нагрелась добавим сюда подсолнечного масла котлеты обваляли в муке обжариваем делаем следующие обваляем муки не давим на них обжарили с одной стороны переворачиваем на другую итак котлеты у нас обжарились я буду складывать его вот в эту кастрюльку вы можете в любую посуду с бумажным полотенцем что влитки и жир все но я хочу вам показать разрезе как она выглядит она нежнейшая она не жирная она сочная как раз таки посмотрите я не знаю видно ли вам вот она горячая еще вот сочнейшие котлеты просто и нежно очень я думаю видно что там жидкость есть в общем пробуйте и так обжарились у нас все котлеты посмотрите красивые сочные вкусные закрываем крышку пускай отдохнут а пока мы сделаем пюрешку и так слили мы воду с картошки нам она не нужна добавляем растопленное масло сливочное масло как вы любите то есть маслом картошку не испортишь кто как любит давим смотрим консистенцию вода в которой варилась картошка не нужно добавляем теплое молоко так она будет нежной и если если молоко будет холодной она будет с комочками молоко должно быть теплым добавим еще молоко получается нежнейшие пюре котлеты такие делала моя бабушка если вы будете делать по этому рецепту напишите пожалуйста в комментариях как у вас получилось понравилось ли вам если не подписаны то подписывайтесь впереди у нас будет много интересного смотрим на соль обязательно все пробуем все что готовим я думаю можно еще чуть-чуть соли добавить чуточку добавлю чуть-чуть соли все пюре готова вот такая красота у нас получилось шедевр вкуснейшие котлеты сочные приготовьте не пожалеете